Полицейские столичного метро задержали неадекватного пассажира, который угрожал машинисту электропоезда пистолетом. Всё произошло ночью на станции Люблино. Когда состав остановился, злоумышленник вышел из вагона, достал оружие и направил его на машиниста. Дебошир что-то кричал, демонстрировал странные жесты, на несколько секунд замирал в угрожающей позе, а когда не получил никакой реакции, просто ушёл. Один из очевидцев сообщил о произошедшем в полицию. Прибывшие в течение нескольких минут полицейские задержали злоумышленника, который имел признаки алкогольного опьянения и доставили в отдел для разбирательства. Оказалось, пассажиру не понравилось, как машинист управлял электропоездом. Из-за того, что вагон поезда стал сильно дёргать, разбалтывать, разозлился и стал размахиваться детской игрушкой пистолетом. Пистолет у злоумышленника изъяли и отправили на экспертизу. На задержанного составили административный протокол за появление в пьяном виде в общественном месте. И возбудили уголовное дело по статье «Угроза убийством». Максимальная санкция по ней – пять лет тюрьмы. Сыщики столичного района «Хамовники» раскрыли угон автомобиля представительского класса. Иномарку похитили с помощью эвакуатора. Преступление было тщательно спланировано. Злоумышленник знал, что машина не на ходу, поэтому поздно вечером вызвал эвакуатор и перевёз автомобиль за город. 18-летнего приезжего из Брянска задержали. На допросе молодой человек рассказал, он не организатор преступления, а исполнитель. Выяснилось, что молодой человек нашёл в интернете подработку. Ему необходимо было заказать частный эвакуатор, водитель которого не подозревал о противоправном деянии, и сопроводить автомобиль на другой адрес. Материальный ущерб составил полтора миллиона рублей. Юноша прекрасно знал, что участвует в преступной схеме. Сразу после угона он в целях конспирации изменил внешность, побрился наголо. Такая прическа соответствует ситуации. Ближайшие 10 лет задержанный может провести за решёткой. Оперативники ищут его возможных сообщников. 67-летний пенсионер спокойно жил в своей однокомнатной квартире на западе столицы. И даже не догадывался, что она ему не принадлежит. Пожилой мужчина случайно узнал о том, что стал бомжем. А вскоре познакомился с новыми собственниками квартиры на Крылатских холмах. И это знакомство произошло благодаря оперативникам уголовного розыска. Обо всём по порядку. Моя коллега Дарья Чуйкова. О том, что в своей квартире Борис Сергеевич находится на птичьих правах, он узнал от соседей. Жильцы рассказали, а на днях они зашли в электронную домовую книгу. И заметили, что в строфе собственник стоит имя не пенсионера, а какой-то незнакомой женщины. Они спрашивают Бориса, что квартиру продал. Это было 4 февраля. Я говорю, нет, ничего я не продавал. Борис Сергеевич думал, что это какая-то ошибка. Но участливые соседи настояли на том, чтобы пенсионер всё-таки сходил в полицию и проверил информацию. Пенсионер послушался и не зря. От полицейских он узнал, что действительно уже несколько месяцев не является собственником своей квартиры. Более того, согласно документам, он продал свою однушку на Крылатских холмах добровольно. И уже получил деньги от новых владельцев. Растерянный мужчина сказал, что он видит эти бумаги впервые. Продавать единственную квартиру у него и в планах не было. Стражи порядка отправили документы на почерковеческую экспертизу. Она подтвердила все подписи подделка. Предварительно установлено, что злоумышленники предоставили поддельные документы в официальные органы для перерегистрации права собственности на свою знакомую, которая не подозревала о совершении противоправного деяния. Затем злоумышленники пытались выселить собственника через суд, как утратившего право пользования жилым помещением в связи с его продажей. Хотели отсудить у пенсионера квартиру, а в итоге сами будут отвечать перед судом за мошенничество. Стражи порядка задержали организатора аферы и его помощника. За что задержаны? Подозрение мошенничества действия. Следствие разберется. Борис Сергеевич вовремя спохватился. Еще немного, и злоумышленники довели бы задуманное до конца, и восстановить права на квартиру было бы гораздо труднее. Мы хотим отдельно поблагодарить управление внутренних дел по западному административному округу за то, что они оперативно рассмотрели наше заявление, возбудили уголовное дело, наложили арест на спорную квартиру, а также в кратчайшие сроки провели печатляческую экспертизу. Сейчас полицейские выясняют, сколько человек злоумышленники оставили без квартир, а также устанавливают всех сообщников аферистов. Дарья Чуйкова, Алла Смотрикова, Сергей Никеров, Петровка, 38. Подмосковные полицейские задержали пособника телефонных мошенников. Молодой человек по указанию так называемых звонарей забирал деньги у пенсионеров и отправлял своим кураторам. Одной из жертв аферистов стала пенсионерка из Раменского. Курьер пришел к ней, чтобы забрать все сбережения. Этот визит был совершен сразу после звонка мошенников. Пожилая женщина отдала курьеру 400 тысяч рублей. На телефон 86-летней местной жительницы позвонил неизвестный, представился сотрудником правоохранительных органов и сообщил, что ей необходимо задекларировать все имеющиеся денежные средства. Для этого пенсионерке необходимо передать сбережения представителю банка, который приедет к ней домой. Молодой человек перевел чужие деньги своим нанимателям. Себе оставил небольшой процент. В отделе полиции 20-летний курьер рассказал, такую работу он нашел в интернете. Я воспринимал это как обычную подработку. Изначально там вообще в объявлении фигурировали перевозка документов. И я рассчитывал на то, что я буду заниматься чем-то таким. Просто обычная подработка. Ранее задержанный уже был судим. Сейчас он стал фигурантом уголовного дела по статье «Мошенничество». О том, что еще попало в криминальные сводки, смотрите далее в коротком видеообзоре. В центре столицы один из посетителей магазина заметил оставленный без присмотра бумажник и недолго думая забрал его. Как только хозяин портмоне заметил пропажу, заявил в полицию материальный ущерб более 35 тысяч рублей. Стражи порядка задержали 57-летнего ранее судимого мужчину. К тому моменту злоумышленник уже успел потратить чужие деньги. Впереди у рецидивиста суд. Он может лишиться свободы на 5 лет. В Кемерове полицейские в ходе акции «Сообщи, где торгуют смертью» получили информацию о наркодилере – 28-летнем иностранце. Стражи порядка задержали его и обыскали машину. В салоне было 30 свертков с порошком. Дома у молодого человека оперативники нашли еще 40 пакетиков с мифедроном и героином. Злоумышленник работал закладчиком в теневом интернет-магазине. За свои труды драгдилер рискует провести годы за решеткой. В Улан-Удэ сотрудники отдела экономической безопасности закрыли 7 подпольных казино, изъяли 210 единиц игорного оборудования, в том числе 9 покерных столов. Таковы итоги работы полицейских за прошедшие 9 месяцев. Кроме того, стражи порядка расследуют уголовное дело в отношении банды из 12 человек. Злоумышленники организовали интернет-площадки для азартных игр, а также открыли 3 подпольных игорных дома. А сейчас о крупной спецоперации полицейских в Красноярском крае. Стражи порядка перекрыли канал поставки запрещенных веществ. Наркотики крупными партиями стекались в регион из других городов. Здесь их фасовали и отправляли дальше. В наручниках 9 участников преступной группировки. Среди них один несовершеннолетний. Алла Смотрикова продолжит. На этих кадрах оперативники штурмом берут частный дом. А вот и его арендатор. Он прогуливается по участку, замечает стражи порядка и пускается на утек. Но вскоре оказывается в наручниках. Задержанный один из предполагаемых участников банды наркоторговцев. Злоумышленники занимались поставкой и распространением запрещенных веществ. Смертельное зелье они крупными партиями привозили в Красноярский край из разных регионов страны. Затем делили на дозы и сбывали через тайники закладки. В банде была строгая иерархия. Одни отвечали за закупку наркотиков, другие за транспортировку, а третьи за их продажу. В ходе оперативно-розыскных мероприятий первыми были задержаны шестеро молодых людей. Один из которых несовершеннолетний. Они работали курьерами-закладчиками. В ходе дальнейшей работы оперативники совместно с бойцами Росгвардии задержали троих предполагаемых поставщиков запрещенных веществ. Во время обыска в арендованном доме полицейские обнаружили около 9 килограммов смертельного зелья. Применяется оперативная информация в отношении группы лиц, которые занимаются сбытом поставки наркотических тростей. Наркотики были спрятаны в сумках, в разных комнатах и даже под подушкой одного из фигурантов. Причем он приезжал. Кроме того, в телефоне одного из задержанных оперативники нашли координаты оборудованных тайников с наркотиками в Красноярске, Ачинске, Лесосибирске и Алтайском крае. Весь криминальный товар изъяли. Возбуждено уголовное дело. Девятерым задержанным грозят внушительные сроки за решеткой. Стражи порядка устанавливают всех участников банды. Алла Смотрикова, Сергей Никеров, Петровка, 38. Полицейские Забайкалья совместно с коллегами из ФСБ пресекли деятельность межрегиональной банды киберпреступников. Злоумышленники орудовали более двух лет. Они взламывали аккаунты госуслуг, а также онлайн-банков жителей разных регионов страны. Хакеры оформляли на потерпевших кредиты и через цепочку банковских счетов и криптокошельков переводили деньги себе. В числе потерпевших есть участники СВО. Во время обыска в квартирах задержанных оперативники изъяли телефоны, компьютеры, банковские и сим-карты, а также флеш-карты, подтверждающие незаконную деятельность злоумышленников. Интернет-ресурсы, которые использовали хакеры, заблокированы. В Карелии суд вынес приговор местному жителю, который хладнокровно зарезал собственного брата. Преступление произошло в августе этого года. Мужчины вместе выпивали, и между ними произошел конфликт. Выяснять отношения родственники продолжили на улице у автобусной остановки. В ходе ссоры младший брат нанес несколько ударов ножом в грудь своему родственнику. Пострадавший смог дойти до дома и вызвать скорую помощь. Мужчина скончался от потери крови до приезда медиков. Брата убийцу задержали. Он признал вину. Я достал нож. Первый удар я нанес под подмышку. Вторым ударом у меня было вот сюда. И третий я сделал в плечо. И после этого я убежал. Преступника приговорили к восьми годам лишения свободы. Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима. Шпионаж, профессиональное оборудование и ограбление в стиле голливудских блокбастеров. Все это детали одного преступления, которое произошло в Карачаево-Черкесии. Там двое товарищей насмотрелись боевиков и решили воплотить в жизнь сцены из любимых фильмов. К чему это привело, расскажет наш корреспондент Максим Ларин. Это запись из камер видеонаблюдения, которые направлены на банкомат одного из населенных пунктов Карачаева-Черкесии. Можно не удивляться их странному расположению, ведь установили их не коммунальные службы, а преступники. Злоумышленники разместили две камеры недалеко от банкомата. Таким образом, они несколько дней за ним наблюдали. Выясняли, как часто к нему приезжают инкассаторы. В итоге фигуранты подгадали такое время, чтобы в устройстве было как можно больше денег. И решили его опустошить. Так банкомат выглядит сегодня. А это его обратная сторона, как будто после взрыва. Таким варварским способом злоумышленники посреди ночи добирались до заветной цели. Предварительно установлено, что злоумышленники отжали дверь и проникли в помещение магазина в углику мышь Карачаевского района. После этого они при помощи углошлифовальной машины вскрыли банкомат, достали 3 миллиона 689 тысяч рублей и скрылись в неизвестном направлении. Направление, в котором скрылись грабители, полицейские установили. После того, как фигуранты сорвали куш, они уехали на машине в Пятигорск, где их и задержали. Оба прятались в доме одного из злоумышленников. Грабителями оказались мужчины 49 и 26 лет. У них изъяли мобильные телефоны, устройства, глушение сигнала, а также инструменты. А вот похищенных денег не нашли. Их товарищи успели потратить. За кражу в составе организованной группы и в особо крупном размере. Обоим задержанным грозит миллионный штраф и до 10 лет в колонии. Максим Ларин, Алексей Качкин и Роман Фоменко. Петровка, 38. Приехал в культурную столицу «Веди себя прилично». Так рассудил уроженец Крайнего Севера и пошел грабить круглосуточный магазин с ножом и букетом извинений. Продавщица сопротивляется. Кажется, она не может поверить в то, что все это происходит наяву. Лучшее доказательство реальности – нож у ее горла. Открывай, я не буду тебя не считать. В итоге преступник ранил девушку в руку и взял то, за чем пришел. Что ты взял? Я все не беру, видите? Грабитель забрал из кассы всего 3200 рублей. Прибывшими на место происшествия сотрудниками полиции по указанному адресу задержан 23-летний житель Ямала-Ненецкого автономного округа, который работает поваром ресторана на Московском проспекте и проживает в хостеле. Продавщица обратилась за помощью к врачам. Сейчас ее здоровью ничего не угрожает. За разбой задержанному грозит до 10 лет колонии.